МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Правительство при Ангаре должно как можно быстрее расставить приоритеты. Общественная палата Иркутской области обсудила проблемы газификации территории. Показатели по заболеваемости ОРВИ в Саянске в три раза превышают прошлогодние. Наш город признан одним из лучших в области по реализации программ молодежной политики. Шаги по рассе. В картинной галерее открылась выставка работ двух саянских фотохудожников. А теперь об этих и других событиях более подробно. 26 февраля представители региональной власти, депутаты законодательного собрания, руководители предприятий, члены и эксперты общественной палаты Иркутской области за круглым столом обсудили проблемы газификации при Ангаре и перспективы разработки Кавыктинского газоконденсатного месторождения. Позицию Саянск-Химпласса на заседание озвучил генеральный директор предприятия Николай Мельник. С 2004 года акционерное общество Саянск-Химпласт вложило в разработку и частично в реализацию проекта газификации Иркутской области на базе Кавыктинского газоконденсатного месторождения порядка миллиарда рублей, включая стадию газоразделения на базе предприятия от проектирования до строительства склада сжиженных углеводородов. Работает сегодня он единственный. Строительство газоразделительного завода заморожено в 2007 году с приходом к власти в области губернатора Тишанина, возлагавшего надежды по газификации на малое месторождение и делавшего упор на бытовую газификацию. По убеждению специалистов, без промышленного использования газа это утопия в силу затратности проекта. Меж тем, проект, предложенный в свое время восточно-сибирской газовой компанией, основывался на том, что труба от Кавыкты пройдет по маршруту Жигалова-Саянск-Ангарск-Иркутск. Проект площадки для переработки 4,5 миллиардов бометров газа в Саянске готова. Его хоть сейчас можно запускать в рабочие чертежи. Проект прошел немало экспертиз, включая Газпромовскую, подтвердившую приоритет Саянска. Но в правительстве области имеется еще один вариант прохода трубы от Кавыкты, минуя Саянскую площадку. Нашей нынешней власти почему-то ошибка не нравится, что газ пройдет в Саянск. И отсюда привносится другой. Да, мы согласны, что должно быть промышленное освоение, но давайте делать это в Ангарске. Но маршрут тот вообще не прорабатывался. Ну так, в общих, на карте начертить, вот дойдем до этого. Значит, здесь же, во-первых, до Жигалова уже газопровод доведен. И трасса газопровода до Саянска, она изучена и уже, ну не знаю, насколько глубоко, но по моим данным и спроектирована. На заседании общественной палаты 26 февраля в Иркутске обсуждались оба варианта. Оппоненты нашего проекта говорят о том, что в области очень мало потенциальных потребителей промышленного газа. Он будет стоить дороже всех мыслимых видов сырья. А Газпром не станет из-за этих объемов, порядка 9 миллиардов тонн, распечатывать кавыкту. Этот же аргумент совершенно не берется в расчет при обсуждении прохода газовой трубы в обход Саянска. Николай Мельник, генеральный директор акционерного общества «Саянский импласт», выступая на заседании общественной палаты, говорил о том, что потребители найдутся быстро, коль скоро правительство области определится с выбором. На общественной палате позиция была такая, что правительству области надо перестать талибаться между двумя проектами по кавыкте и вообще между тремя проектами, если брать малое месторождение, и остановиться на одном. Наше предложение, я по-прежнему на этом стою, это должен быть вариант Саянска. Жигалово, Саянск, Ангарск, а не наоборот. По информации Николая Мельника, члены общественной палаты при Ангаре готовят обращение непосредственно к президенту страны Владимиру Путину и председателю «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой о поддержке проекта газификации Иркутской области с центром в Саянске. В актовом зале отдела полиции прошло собрание автоинспекторов, руководителей предприятий и фирм, занимающихся перевозками пассажиров. Сотрудники ГИБДД провели встречу с автоперевозчиками, на которой стороны обсудили имеющиеся проблемы. ГИБДД рассказали предпринимателям о новшествах, правилах дорожного движения и правилах перевозки пассажиров. На этот раз владельцам автобусов госавтоинспекторы напомнили о состоянии аварийности, а также зачитали изменения и нормативы, которые же вступили в силу, и те, что начнут действовать в ближайшее время. На сегодняшний день изменились некоторые статьи Кодекса административной ответственности, предусмотренные за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе, могут привлекаться к административной ответственности, как юридические лица. То есть, если раньше за нарушение передрейцевого осмотра штраф составлял порядка 100 рублей на водителя и до 1000 рублей на должностное лицо, то на сегодняшний день за такие нарушения штраф может быть наложен до 30 тысяч рублей. По данным автоинспекторов, аварий с участием пассажирского транспорта с начала этого года на улицах города стало меньше. И по сравнению с областными показателями и другими городами при Ангаре, Саянск выглядит более-менее благополучно. Число таких происшествий не увеличилось, а аварий по вине водителя автобусов не происходило вообще. Инспекторы регулярно проводят профилактические рейды и операции, которые направлены в первую очередь на то, чтобы сократить количество ДТП с участием пассажиров общественного транспорта. Кроме того, на сегодняшний день по Иркутской области проходит операция маршрутный автобус, целями и задачами которой является обеспечение безопасности пассажироперевозок. Основными нарушениями и причинами ДТП у водителей пассажирских автобусов, по данным инспекторов, является нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции. Были случаи, когда горожане жаловались на неосторожную езду некоторых водителей общественного транспорта. Поэтому в ГИБДД собирается регулярно проводить профилактические беседы и с владельцами маршруток, и с водителями. Однако перевозчики тоже высказали претензии к припаркованным у остановок легковых автомобилям, затрудняющим подъезд к остановкам. Инспекторы также призвали горожан не стоять в стороне от проблем и в случае необходимости сообщать о нарушениях в дежурную часть отдела полиции. Саянск признан одним из лучших городов Иркутской области по реализации программ государственной молодежной политики. Министерством по молодежной политике Иркутской области проведен мониторинг работы муниципалитетов по реализации программ государственной молодежной политики по семи основным показателям. Профилактика социально-негативных явлений, исполнение программы молодым семьям, доступное жилье, патриотическое воспитание молодежи, организация работы общественных объединений, содействие занятости и оздоровления, поддержка талантливой молодежи. У нас, допустим, в 2012 году, цифра совпадает, в 12 областных таких крупных конкурсах наша молодежь участвовала, и восьми из них заняли первые места. То есть, как бы, такой хороший итог. Учитывая все эти показатели, где, к слову, Саянск занимал в основном первое и второе места, был выведен общий итог. Работа Саянска признана одной из лучших по реализации программ государственной молодежной политики среди городов Иркутской области. Второе место в рейтинге в своей группе у нашего города. Это очень приятно, тем более нашими соперниками, скажем так, в этом рейтинге были такие крупные города, как Иркутск, который остался позади, Братск, который тоже остался позади, Устилимск. То есть, вот по этим показателям получается, что Саянск опередил такие вот крупные города, где молодежи очень много. Первое место в рейтинге у Ангарска. Около трех тысяч горожан на данный момент болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. Эта цифра в три раза превышает эпидемиологические показатели прошлого года. Медики также отмечают в Саянске рост заболеваемости пневмонии. В январе-феврале по городу Саянску наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Наблюдается рост заболеваемости не только острыми респираторными вирусными инфекциями, но и пневмонией, острыми бронхитами и отитами. Если в начале этого года медики зарегистрировали более тысячи случаев ОРВИ, то уже в феврале количество заболевших стало в три раза больше. Болеют практически все группы населения. Если сравнивать с предыдущим годом, 2012 год, январь, 921 случаи, а в январе 2013 года – 1287. Если взять в февраль 2012 года – 10, 1010, а в 2013 году – в февраль – 2995. В январе и феврале в Саянскую городскую больницу было доставлено 157 человек с пневмонией, возникшей как осложнение после перенесенного ОРВИ. Эта цифра в два раза превышает прошлогодние показатели. Одинаково болеют и взрослые, и дети. Причем в случае пневмонии регистрируются даже у совсем маленьких детей в возрасте 2-3 месяцев. В связи с этим в городе введен масочный режим. В местах скопления большого количества людей лучше носить медицинскую маску. Сократить время пребывания в местах массового скопления людей. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, ну и, конечно, лицом. Гриппа в Саянске нет. А между тем, в ряде регионов страны регистрируются случаи свиного гриппа – ААН1Н1 со смертельными исходами. Медики рекомендуют саянцам незамедлительно обращаться за помощью к специалистам в случаях недомогания или повышения температуры, особенно беременным женщинам, детям и пожилым людям. 1 марта закончилась регистрация заявлений на участие в едином государственном экзамене. Одиннадцатиклассники Саянска определились с выбором предметов, необязательных для итоговой аттестации. В базе данных на участие в едином государственном экзамене 2013 года в Саянске зарегистрировано 262 человека. Из них 247 – выпускники нынешнего года, 15 – выпускники прошлых лет. Им предстоит сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и предметы по выбору в формате ЕГЭ, те, что потребуются для поступления в ВУЗ. Традиционно лидирует у нас это общество знания, но в этом году значительно больше, чем было в предыдущие годы. Если в прошлом году выбрало общество знания 117 человек, то нынче 154. Традиционно на втором месте физика, это от 85 до 83 человек. Вот в этом году зарегистрировалось 83 желающих сдать экзамен по физику. Затем идет история, биология, химия. Вот эти где по 30, по 35, по 33. Остальные там уже в меньшем количестве. Экзамены для одиннадцатиклассников в нынешнем году будут проводиться в гимназии и пятой школе. В проведении итоговой аттестации девятиклассников задействованы все школы города. Проведено, кроме того, пробное тестирование в одиннадцатых классах по русскому математике в декабре месяце. Сейчас у нас на следующей неделе пробное тестирование идет, будет проводиться по девятым классам по русскому математике. Также у нас одиннадцатиклассники и девятиклассники принимают участие в диагностическом тестировании. По желанию, там уже выбор предметов широкий, то, что им необходимо. Последний звонок для одиннадцатиклассников 2013 года прозвенит в Саянске 23 мая. А уже 27 мая начнется итоговая аттестация. Первый экзамен – русский язык. В субботу пятая Саянская школа отметила свой 25-летний юбилей. На праздник в учебное заведение пришли выпускники разных лет. Пятая школа Саянска отметила юбилей. К этому событию коллектив готовился с начала учебного года. Но то, что такое количество выпускников соберется на праздник своей родной школы, стало приятной неожиданностью не только для преподавателей, но и для самих бывших учащихся. Нам сегодня рассказали, кто собрался в этом зале. Здесь рабочие, студенты, даже спецкорреспонденты, санитарка и швия. Даже мама здесь моя. Ведущие по сценарию совершили волшебное путешествие, при котором были выполнены множество желаний. Все присутствующие на празднике лучше узнали, чем живет школа сейчас. Гости с удовольствием посмотрели праздничный концерт, в котором главной роли сыграли учителя и их ученики. Открыла вечер встречи директор школы Татьяна Баранец, которая отметила, что учебное заведение по-прежнему живет интересной и напряженной жизнью. Жизнью со своими успехами, радостями, заботами. Отрадно, что выпускников всех лет объединяет беззаветная любовь к своей школе, уважение к своим учителям. Из стен нашей школы вышли выпускники, которые смогли найти достойную профессию, смогли найти себя в этой жизни. Многие стали известными врачами, которые спасали не раз жизнь людей, стали известными учителями. Многие выпускники пришли в этом году в качестве учителей, и они трудятся в нашей школе. 25 лет – немалый срок для школы, и в этот торжественный день здесь вспоминали лучшие моменты школьной жизни. По словам преподавателей, за это время в школе сложилось много традиций. Старые сохраняются и поддерживаются, новые создаются. Главной традицией в школе была и остается хорошая учеба, получение прочных знаний. В школе работали и работают прекрасные учителя. Хотя наша школа еще молодая, ей 25 лет, но я хочу, чтобы наша школа гордилась своими учениками, медалистами, и чтобы все ребята прославили ее своими достижениями. В заключении вечера директор школы поблагодарила всех присутствующих в зале за любовь к школе, пожелала всем выпускникам уверенности в завтрашнем дне, жизненного оптимизма, успехов в работе и творчестве, семейного благополучия. А настоящим сюрпризом для всех присутствующих стала песня в исполнении хора преподавателей. Время выбрало нас, зажигает души свечи, а учитель сливать не качается вечно. 1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны. Он стал днем открытых дверей в Саянской пожарной части. Сотрудники МЧС провели серию экскурсий для школьников. Демонстрация техники и спасательного оборудования, стоящего на вооружении пожарных. Тактические задачи, знакомство с бытом и боевыми задачами спасателей. 5-й отряд управления Федеральной противопожарной службы 1 марта провел на базе Саянской пожарной части день открытых дверей для школьников. Дата выбрана не случайно. 1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны. Он установлен в 1990 году с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и, главным образом, для поднятия престижа национальных служб спасения, подразделением которых и являются пожарные. Сотрудники МЧС продемонстрировали с Саянским школьникам оперативный мобильный штаб пожаротушения. В режиме онлайн он может связаться с любой точкой страны. Также детям показали все потайные уголки пожарного автомобиля с рассказом о предназначении спасательного оборудования. Большое впечатление на экскурсантов произвело развертывание телескопической лестницы. Ее длина достигает высоты девятиэтажного дома. Любознательные школьники не уставали наводить фотокамеры своих мобильников на интересные объекты, а спасатели, несмотря на холодную погоду, показали боевое развертывание пожарных рукавов с подачей воды. Вот еще бы с пеной показали, говорили неугомонные мальчишки, которых интересовало все – от веса пожарной машины до назначения малых деталей спецоборудования. Вопросы пятиклассники задавали тоже осмысленные и вполне практические. Вопросы разные задавали. Мне приятно то, что дети на сегодняшний день уже оценивают всю беду, которую может причинить пожар, и задают такие вопросы, как действовать, если ты в квартире остался один и не можешь выйти из квартиры. И нет телефона по-другой. Очень понравилась пожарка. Я хочу даже проходиться на такой машине. У меня папа служил, раньше был пожарным. В завершении экскурсии спасатели позволили детворе полазать по машинам и сфотографироваться. Теперь масса страничек в «Одноклассниках» запестрит эксклюзивными снимками из учреждения, призванного стоять на страже нашего благополучия. Шестичасовым интеллектуальным марафоном отметили саянцы открытие городского клуба интеллектуалов. 2 марта в гимназии состоялось сразу три игры. Что, где, когда, брейн-ринг и своя игра. Что интересуется на коротеньках «Одноклассниках» и «Помидорах»? Нет, шки и камешки. 2 марта в Саянске впервые прошло столь масштабное интеллектуальное мероприятие – фестиваль интеллектуальных игр. Который длился более шести часов. 12 команд смогли в этот день продемонстрировать свои знания сразу в трех этапах, которые проходили в формате любимых телевизионных игр. Что, где, когда, брейн-ринг – своя игра. Мы думали, поначалу можно как-то внедрять потихоньку, полигоник. Но пришли к поводу о том, что сразу всю программу, все, так сказать, грани интеллектуальных игр показать молодежи, продемонстрировать молодым саянцам и будет намного более рационально, намного более классно, чем как-то дозированно, сомневаясь в своих силах, проводить отдельные мероприятия. Этим фестивалем организаторы мероприятия отметили день рождения нового городского клуба – клуба интеллектуальных игр «Саянска», в планах работы которого масса интересных встреч. Планируем дальше проводить мероприятия. Очень надеемся, что «Саянска» будет команда на Кубу губернатора Якутской области по интеллектуальным играм, которые будут в апреле, будем над этим работать. Планируем провести большой красивый турнир в закрытии сезона ко дню «Химика». Ну, тематические какие-то турниры, может быть, 9 мая. В общем, планов громадьё. Нужно следить за анонсами в социальной сети и, собственно говоря, участвовать. Девять призовых мест по окончанию фестиваля было присуждено участникам. Особенно отличились интеллектуалы 4-й «Саянской школы». У команд этого образовательного учреждения 4 призовых места. «Шаги по России» под таким названием в картинной галерее города прошла выставка работ двух саянских фотографов – Николая Морского и Александра Шелеста. «Шаги по России» под таким названием в картинной галерее города прошла выставка работ двух известных городе-фотографов – Николая Морского и Александра Шелеста. Выставка объединила в своей экспозиции одни из лучших фотографических произведений этих авторов. На суд горожан были представлены около 40 фотокартин. Как всегда в разных жанрах и стилях. Пейзажи, натюрморты, репортажи, макро, что вызывает особый интерес зрителя. Основная тематика выставки «Иркутская область» и ее география – красота природных уголков родного края. По признанию самого Николая, его работа является частичкой души. Каждый кадр он старается сделать уникальным и необычным. То, что снимаю, это все проходит через душу, будем говорить, что ли. Потому что если у тебя плохое настроение, снимки не получатся. Будут просто фотографии, а не, допустим, какая-то работа, которую можно будет выставить, куда-то показать. Работами и талантом саянских фотомастеров можно только восхищаться. Они умеют поймать нужный момент и сделать просто потрясающую фотографию, которую нет необходимости корректировать с помощью графических редакторов. У каждого фотохудожника есть свои предпочтения. Кому-то нравится портретная съемка, кто-то всерьез увлечен макрокомпозициями. Ну а Николай Морский, по его признанию, больше любит пейзажи. В пейзажах я очень люблю съемку утром и вечером. Днем, особенно, если жесткое освещение, солнце без облаков, практически снимать нечего. А вот когда утро, зарождается день, когда идут нежные такие световые оттенки. Фотография, по признанию мастера, это не просто способ выразить душевное состояние, но и способ открыть окно в мир, в котором есть что-то неувиденное и несказанное. По мнению Николая, фотография не может быть отделена от желания сделать обычные вещи необычными, принятия неожиданного способности предаваться и посвящать себя радости создания, и вере в то, что нет ничего невозможного. Погода в начале марта в Саянске выдалась неоднозначной. Можно было наблюдать как весеннюю копель, так и зимний снегопад. Какие еще сюрпризы готовит первый весенний месяц? 5 и 6 марта в Иркутской области ожидается непогода. В западных, северных и центральных районах усиление северо-западного ветра. 15-20 местами до 26 метров в секунду. Мокрый снег, метель. Также предупреждает Иркутское межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В горах Восточных Саян и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Так что без серьезной необходимости посещение этих мест нужно отложить до более благоприятных погодных условий. А они, отмечают метеорологи, в марте обязательно будут. Средняя месячная температура воздуха первого весеннего месяца в Саянске ожидается минус 6, минус 10 градусов, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью – минус 12, минус 17, днём – плюс 1, плюс 6. Однако в середине месяца зима вновь отвоюет право на морозную погоду. Понижение температуры воздуха в эти дни ожидается до минус 23, минус 28 градусов, местами до 35 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, месячное количество осадков в марте составит 1,13 мм, что меньше или около многолетнего количества. Небольшой снег ожидается в отдельные дни – 2-й и 3-й декад. В Саянске состоялся очередной этап школьной спартакиады – лыжные гонки. В забегах участвовали ученики 5-6 классов. Спортсмены из какой школы показали отличную технику с хорошей скоростью – смотрите в следующем сюжете. «Давай, давай, давай!» Первый день весны ученики всех школ Саянска вышли встречать на улицу с лыжами в руках. В рамках городской школьной спартакиады на снежном поле 5-й школы учащиеся 5-6 классов соревновались в марафонских забегах на дистанциях 300 и 600 метров. Девушкам предстояло бежать на лыжах один круг, а юношам, соответственно, два. «Лучшее время показывает, естественно, тот воспитанник или обучающийся школы, который занимается данным видом спорта». А занимаются лыжным видом спорта в Саянске сегодня порядка 100 школьников. «Быстрее, быстрее, Настя, быстрее, быстрее, но немножко!» Кристина Чеботарёва впервые встала на лыжню 4 года назад. Благодаря своему тренеру Михаилу Асташеву девочка все эти годы показывает лучшие результаты на городских и даже областных соревнованиях. К этой спартакиаде юная лыжница относится как к разминке. Равных ей здесь нет. Кристина пробежала 300-метровую дистанцию всего за 1 минуту 12 секунд. Это лучший результат у девочек. Ее соперницы бегут этот же промежуток за 2 минуты. «Я больше придаю этому силу и времени». У мальчиков лучший результат принадлежит Вадиму Курилову, ученику третьей школы. В общекомандном же зачете лучшими в этом виде спорта оказались хозяева поля – спортсмены из пятой школы Саянска. Второе место у учеников гимназии, а третье принадлежит лыжникам третьей школы. С 1 по 3 марта в Саянске проходили соревнования по хоккею с мячом на Кубок губернатора Иркутской области. За престижную награду боролись семь команд игроков 2000 года рождения. В течение трех дней с 1 по 3 марта в Саянске проходили соревнования по хоккею с мячом на Кубок губернатора. Проводятся они в седьмой раз. По решению областной федерации хоккея с мячом соревнования проводятся в разных городах, там где есть условия. В этом году на Саянский лед вышло семь команд. Две Иркутских, Зенит и Байкал Энергия, участницы первенства России по плетеному мячу. Две Устилимских, а также команды Шелихова, Железногорска и Саянска. Дети очень рады, что такие соревнования проводятся. И мы тоже как представители, как взрослые, я как главный судья тоже очень рад, что участвуют семь команд. Игры проходили по круговой системе. Все играли со всеми. Буквально в первом же матче веское заявление на победу сделал Иркутский Зенит и Устилимский Лесохимик. В упорной борьбе победили устилимцы 2000 года рождения. Саянская команда первую игру проиграла со счетом 11-0 и далее продолжила в этом же духе. Правила хоккея с мячом очень похожи на футбольные и по размеру площадки, и по количеству полевых игроков. Саянцы полностью не смогли собрать состав команды, а в Семирон против 11 удержаться немыслимо. Особенно, если этот вид спорта в городе бытует в детском дворовом варианте. Хотя имена есть. К примеру, Иван Самсонов играл за область. Городские спортивные деятели, впрочем, считают, что закрывать хоккей с мячом в Саянске, как детский вид спорта, нецелесообразно. Пусть хотя бы существует в спортивно-оздоровительном виде, а не в учебно-тренировочных группах. Закрыть можно быстро, открыть потом не удастся, как это произошло с биатлоном. Впрочем, по впечатлениям главного судьи соревнований, Саянский турнир удался. Дети наигрались. Было много упорной и острой борьбы, в результате которой обладателем Кубка губернатора стала иркутская команда «Зенит». Второе место тоже у иркутян. Байкал энергия уступила землякам. Видимо, сказалась усталость, накопившаяся за насыщенную соревнованиями зиму. На третьем месте устилимская команда «Лесохимик» – ребят 2000 года рождения. Соревнования других возрастных групп, 15 и 16-летних, пройдут в Братске и Устилимске. 13-летний спортсмен, воспитанник детско-юношеской спортивной школы Саянска Александр Пирогов, завоевал второе место на всероссийских соревнованиях по плаванию во Владивостоке. С 18 по 21 февраля во Владивостоке проходили всероссийские соревнования по плаванию «Турнир «Золотая рыбка», на которые отправились шесть воспитанников отделения плавания детско-юношеской спортивной школы Саянска, две девочки Валерия Новикова и Фая Макарова и четыре мальчика – Дима Шабанов, Гриша Куц, Игорь Конякин и Саша Пирогов. Всероссийские соревнования, было очень много народу, участвовало где-то 400, около 500 участников, в общем, весь был Приморский край, а Иркутскую область представляли только две команды, город Саянск был и город Иркутск, то есть все. Дальше были у нас 23 города, в общем, участвовало, 52 команды со всех областей. Саша Пирогов занимается плаванием пятый год у тренера Ольги Ершовой. Его победа во Владивостоке – первая такого уровня. Еще в прошлом году плавец на этих всероссийских соревнованиях не показывал результатов.